Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря решение Банка Японии по ключевой процентной ставке. Но, кстати, это событие уже позади, сейчас чуть позже поговорим, обсудим о том, что решили и как все это повлияло на пару доллар-иена. В 10.00 по GMT данные по инфляции в еврозоне, в 12.30 по GMT отчет по ВВП Канады. Важная статистика, важные показатели, особенно для нас, кто внимательно следит за и оценивает перспективы пары доллар-канадец. Мы еще не достали до нашей цели 1.40, но, друзья, если мы увидим еще один слабый канадский релиз, а по прогнозам именно такие цифры у нас и ожидают сегодня, то прессинг на канадскую валюту может усилиться, и пары доллар-канадец продолжат постепенное восходящее движение, окажется в районе отметки 1.3950. И также в 12.30 по GMT, традиционное время для публикации американской статистики, блок релизов, личные доходы, личные расходы и первичные заявки на пособия по безработице. Индекс доллара текущей котировки 104 пункта. Вы знаете, если оценивать вчерашний отчет по EDP и говорить о фактическом приросте на 233 тысячи новых рабочих мест, в то время как прогноз предполагал увеличение всего лишь на 115 тысяч, то то, что доллар не смог выбраться на новые локальные максимумы. Ведь еще одно подтверждение сильного рынка труда снижает больше вероятность какого-то агрессивного смягчения американской монетарной политики. Но все дело в том, что вчера в плане статистики был и отчет компенсатора. Это годовые данные по ОВП, потому что по факту мы увидели прирост в третьем квартале на 2,8% против прогноза 3%. Для показателя ВВП такое несоответствие ожидания является очень значительным. И, соответственно, рынок иначе взглянул на объективно оценку по росту экономики в США и снова начал копаться в каких-то компонентах, которые могут указывать на то, что последующие показатели экономического роста могут быть куда менее динамичными. Теперь, друзья, ждем нонфармы. Я не хочу сейчас распыляться на какие-то дополнительные аргументы. Очень важно понять в целом, что официально происходит с американским рынком труда. А до этого уже, в принципе, много раз говорил и озвучил свою точку зрения и позицию, что я не верю в сильный октябрьский показатель по нонфармам. И я считаю, что логичнее нам сейчас увидеть слабые данные, особенно после последней, не самой приятной тенденции по росту количества обращений за заявками на пособие. Поэтому, в целом, я остаюсь скептиком в отношении предстоящего нонфарма и ожидаю от индекса доллара развития нисходящей динамики. Золото 1784 доллара за тройскую унцию. Сегодня, в ходе азиатской сессии, буквально после старта в первые часы торгов, мы увидели новый исторический хай 2790. И сейчас, конечно же, вопрос, сможет ли золото продолжить восходящую динамику. Мы с вами очень неплохо оценили возможность для входа, открытия длинных позиций и хорошо на этом локальном росте заработали. Но если сейчас посмотрим на рыночный сентимент, уже не такие прям суперкрасивые показатели. 32% сейчас находятся в длинных позициях, да, это все еще меньшинство, но сентимент начинает меняться. И 10-летние облигации снова перешли к росту и сейчас составляют 4,28 по доходности. Это может стать причиной какого-то коррекционного отката, особенно в преддверии публикации данных по нонфармпэрос. Поэтому, друзья, если вы, опять же, относитесь к категории тех трейдеров, которые готовы рисковать и использовать все возможности, которые есть на рынке, то длинные позиции остаются в приоритете, особенно с целевой отметкой 28,00 ровно. Но если вы все-таки готовы рисковать, но иногда, если появляются какие-то объективные предпосылки для более-менее консервативной позиции, то сейчас, возможно, стоит зафиксировать как минимум большую часть тех плангов, которые мы открывали ранее. Но в целом, друзья, как я уже отметил, тенденция роста сохраняется. И, наверное, самое плохое, что сейчас можно сделать, это открывать шартовые сделки, потому что вот это предприятие, скажем так, торговое сопряжено с очень большим риском. Против такого тренда лучше, конечно же, не лезть и с ним лучше не бодаться. Долларфранк 0.8655 текущей котировки. Ждем завтрашний релиз по инфляции в Швейцарии. Мартин Шлегель, который возглавляет Национальный банк Швейцарии, дал понять, что регулятор, который уже трижды снизил ставку в этом году, готов продолжить действовать также и дальше в ходе последующих заседаний, если того будет требовать ситуация. И тут же отсылка была сделана на данные по инфляции. Мы знаем, что в сентябре показатель снизился до 0.8%. Это минимум за последние три года. И, судя по оценке Национального банка Швейцарии, перспектив изменения инфляции на ближайшие полгода, есть, опять же, все основания полагают, что инфляция останется в пределах целевого диапазона в ближайшие два квартала. Поэтому у Национального банка Швейцарии есть все условия для того, чтобы использовать самый агрессивный инструмент борьбы с чрезмерно дорогой национальной валютой. Это смягчение национальной монетарной политики, что должно в перспективе ослаблять курс швейцарского франка. Доллар иена 152.90. Решение по ставке в соответствии с ожиданием ее не изменили 0.25%. Поэтому по-прежнему придерживаемся прогноза относительно того, что ставку повысит, скорее всего, в первом квартале и в третьем 2025 года. Доведут до нейтрального уровня 0.75%. А пока, друзья, мы следим за именно политической неопределенностью в Японии, потому что даже после вроде бы как очевидных, в связи с того, что Исиба должен стать новым премьер-министром, мы знаем то, что правящая либераль-демократическая партия за последние 15 лет на прошлых выборах потерпела сокрушительное поражение и не набрала достаточного количества голосов, чтобы сохранить полный контроль над парламентом. Поэтому есть все предпосылки говорить о том, что, возможно, Исиба не получит достаточного количества голосов на предстоящем очень важном обсуждении, которое состоится 11 ноября. Это специальная сессия парламента, где как раз будут обсуждать нового кандидата на позицию премьера. И до этих пор, опять же, у нас есть две недели, скажем так, этой неопределенности. Я думаю, что в таких условиях, когда рынок просто не знает, какой парламент дальше будет в Японии, какие идеи будут лоббироваться, какие инициативы будут заходить, проходить и реализовываться, вряд ли иена сможет получить достаточную поддержку. И та идея, которую я раньше озвучивал, это 155 йен против доллара до заседания Банка Японии. Я ее продлеваю на первую декаду ноября. Как раз целевая отметка уже ясна. Давайте смотреть на данный целевой уровень. Биткоин 70-2200, я все так же отношусь к крипте, как, наверное, и любой крипто-энтузиаст, в связи с выборами в США, в связи с тенденцией значительного притока средств биткоин и те фонды. Может быть, из-за эффектов ОМО, потому что многие не хотят упускать возможности хэп-прибыль. Думаю, что биткоин может показать еще одну волну роста в ближайшие торговые сессии. Пара фунт-доллар, 1,2950, либористы представили бюджет. Глава Минфина РИПС отметила, что прошлое правительство оставило огромную дыру в 22 миллиарда пунктов. Для того, чтобы ее залатать и, соответственно, профинансировать еще будущие проекты, нужно 40 миллиардов. Как вы понимаете, друзья, для того, чтобы найти эти деньги, нужно повышать налоги. Кому интересно, можете найти статью непосредственно по будущим бюджетным преобразованиям. И там прямо детально какие ставки, как будут меняться. Но вот мне больше всего понравилось, в кавычки, скажем так, возьмем, налог на прирост капитала, который вырастет практически вдвое, с 10 до 18%. Безусловно, это негативная реакция бизнеса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фунт оказался под давлением, котировки 1,2950, я думаю, это еще не предел. Поэтому с длинными позициями по-прежнему пока лучше не связываться. Доллар канадец уже отметил, ждем цель 1,3950 после выхода данных по ВВП о Канаде. И рынок нефти также, друзья, без изменений, 72,60 текущей котировки. Я за дальнейшее снижение, даже несмотря на появившиеся на рынке слухи о том, что страны ОПЕК КАПлюс могут отложить инициативу по увеличению добычи на 180 тысяч баррелей с декабря на первый квартал следующего года. Но подтверждения этой информации я не нашел, поэтому слух может очень быстро с рынка исчезнуть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok